всем добрый день с вами канал питомник милый я людмила горбунова сегодня я хочу вам представить видео по метельчатым гортензиям как выращиваю я как черенкую я как вырастить рано весной на черенковать и уже за лето вырастить полноценный кустик и продать с лета до осени показы покажу подробно постараюсь показать подробно кассеты у меня вот таких очень много это все метельчатые черенки прямо ну классные 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 красивые здесь 160 ячейчек для метельчатая это кассета просто идеально для крупнолиста я беру ячейку покрупнее 62 кассет смотрим и покажу вам как еще резать черенок вот вот даже знать и генер не поверите от 15 апреля 5 мая сегодня 20 дней вот такие корни пользовалась только корневином и все опрыскала один раз максимом и так от насекомых карбофосом ложка на не полная столовая ложка на 10 литров воды всегда имеется 10 литров воды они первое время были накрыты пленочкой потом уже стояли без пленки вот это зеленый черенок есть мне ножички ножички лежат вот здесь корневая просто отменно это зеленый черенок и что я еще делаю я перечеренковываю это самый лучший черенок который может быть молоденько молодой череночек и рассаживаю вот на кассета что интересно даже не накрыла пленка они стоят как солдатики в теплице сверху нет солнца здесь комфортно растениям а как получить вот такой черенок сразу же так сейчас я вам найду это самое самое важное укоренение вот это их 99 процентов по моему один здесь где то есть выпад и все один сейчас я вам покажу вот смотрите вот это идет деревянная часть и нижние почки просыпаются это тоненькая тоненького лосиночка вот этого деревянная часть сейчас я вам найду и покажу и покажу еще результат дальнейшее как и чего мы делаем так он здесь что-то они даже между собой вот с корнями сплелись вот здесь также видите рога . вот такая и она перечеренкована для того чтобы кустик был пушистее вообще для себя для себя я бы отрезал так низко низко на одну две почки но для вас чтобы был кустик по пушистее побогаче я только снимаю по одному макушечному черенку и у нас здесь будет минимум 12-15 веточек он уже к осени зацветет вот этот вот череночек здесь наверно больше зеленого хочу вам показать другой вид черенкования такой комбинированный она сейчас я это отставлю у меня здесь еще кассета есть вот вот такая кассета вот это самарская лидия самое первое это самарская лидия ой так не рассыпать вот самарская линия от 15 апреля и я разобралась также в чем причина такого укоренения смотрите вот корешочек кустик был конечно же вот маленький его еще не перечеренковала черенок беру всего один раз только макушечку чтобы он был пушистее вот вот их уже можно переваливать при перевалке укорачиваю и рассаживаю в кассету это зеленый черенок я ищу другой вид черенка что-то здесь больше у меня скорее всего это все перечеренкованные это уже early sensation вот такой отличный череночек так я вам покажу как сейчас брать черенок вот кустик я покупаю например или выращиваю чтобы кусты были для черенкования загущенные это был высокий куст я резала в несколько этапов как режу все тонкие веточки обычно принято выбрасывать они отлично укореняются и я вам покажу берем на одну пару почек вот с деревянной частью можно было целиком присадить но можно сделать еще раз-два раз и с двумя междоузлиями два вот такой комбинированный черенок любая ниточка любая волосиночка укорениться опудриваю в корневин и заглубляю утопляю туда заглубляю вот это макушечные череночки также он зеленый он хорошо укоренится это промежуточные нижние листья убираем верхние укорачиваем это метельчатые присаживаем это макушечные это промежуточные внизу две почки и сверху две пары почек вот здесь всего один также здесь я возьму всего один здесь оставлю так как вот так брать нельзя на одну пару почек будет дольше расти на две пары почек растет быстрее и снова сверху снимаем и черенок то есть я высаживаю вот так у черенки и затем их беру и перечеренковываю еще раз по одному разу вот смотрим с кусочком древесины так убираем вот этот черенок и режем до тех пор пока не сформируем скелет если хорошие веточки снизу внутренней мы их просто выламываем удар сейчас вам покажу вот что вот такой череночек он также даст корни у меня все идет в дело я не выбрасываю ничего вот смотрим вот такой с кусочком вот такой можно его и просто зеленым посадить высадить можно и вот так так укоренение идет лучше и быстрее для раннего черенкования я их или хранилище убираю но больше делать этого не будут так как место совсем хранилище мало хранилище под крупнолистные также оставляла на улице они великолепно зимуют и в горшках рано заношу рано заносим в январе феврале я начинаю черенкование один этап 2 3 заходов наверное опять в мае я его весь уже все сформирую закончу вот и спускаемся ниже вверх убираем вот черенок вот этот способ придумала он как бы есть конечно о виноградаре знаю что есть мне вообще кажется виноград и гортензии очень схожи по укоренению вот так обрезаю вот так оставляем вот такой здесь проснуться еще много дополнительных побегов нижние листики убираем верхний можно укоротить можно оставить ну вот заносим они рано просыпаются и начинаем черенковать температура идеально для черенкования плюс 20 плюс 25 градусов не жарче если жарко это плохо вот такой все не вызревшие парниковом эффекте все укоренится совершенно тоненький совершенно вот суть поняли опускаемся ниже 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 пока не сформируем курс он будет свести мы бы сделали обрезку например в апреле а здесь режем резать можно или когда досок а движение когда почка закрытая когда набухло будет плакать резать нельзя но когда вышел листик или веточки резать можно но больше убирать никуда нельзя ни в темноту не в хранилище все они будут находиться в теплице скоро пойдут на улицу мне нужно перечеренковать рассадить все кассеты вот таких около 100 горшков начеренковать еще одну партию так этот мы сейчас высадим они в августе будут свести цветение можно оставить если кусти гармоничны если такой звук слабовастый тогда цветение убираем но при высадке в июне например в грунт мая июнь за лето это будут уже мощные мощные кусты горшочки все-таки сдерживают сейчас мы рассаживаем вот эти черенки которая показывала вам 05 это деревянная часть и две веточки пока это литл пешну пока я трогать не буду но я сделаю здесь возьму по два черенка ставлю вот так что из этого получится получается это полярный медведь вот просыпается внизу почки и вот сверху просто просыпается где видно я не знаю так просыпается еще почечки и он будет свести это мы рассаживаем сейчас пока в теплице но их выносим рассадили каждый день рассажи выносит парнички парнички такие домики только вот так вот так идут на улице были заморозки накрытые спанбондом сороковка сверху пленкой пленку каждое утром открываем затем вечером закрываем если холодно пленка остается солнышко вышло пленку обязательно поднимаем чтобы не сгорели и получаем это у меня прошлогодние череночки они были бы в разы больше они всего в 0 5 так как места нет это прошлом году весной я резала вот такие кусты конечно же надо было бы весной вот так вот его коротко обрезать можно сделать это и сейчас вот этот кустик он это санды и фразь зацветет очень рано и вот такой он ну вообще сформировал этот куст правильно в теплице он подтягивается и место в горшочке ему совсем мало вот какие корни при перевалке нарушаете я еще смотрю осмокот у меня при перевалке нарушаете смело высаживаете грунт вот этот куст до осени будет просто шикарный конечно же ему место в трех литрах в мае высажу в 3 литра пока из-за нехватки места высадить не могу вот санды фразь смотрите вот такая корневая еще раз скажу что они из-за 05 они малы даже прошлогодние они были бы раз 10 больше были бы мощные большие кусты вот здесь вот по центру вот этого деревянная часть вот деревянная часть и вот пошли новые побеги то есть суть вы поняли режем кустик рассаживаем в кассеты и еще вам скажу в чем я поняла причину это не реклама просто хочу поделиться своими наблюдениями наблюдениями вот этот почвобритет биомастер крепкая рассада вообще я брала любой нейтральный но взяла от именно крепкая рассада и что я заметила корни они уже укоренились чуть ли не через неделю от недели они как солдатики они не вянут мне даже ночь простояли они таком почвобритете и не завяли вообще не подвяли из так 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 сейчас вам покажу сейчас подождите я унесу какой ужас в другом у нас я не могла понять что случилось одна партия у меня в лучшем случае укоренилась вот так вот в худшем вообще вся упала вся коричневая вся страшная я все ломала голову что не так и догадалась вот это размоченный биомастер вот брикетти вот такой биомастер я добавляю сюда процентов 20 перлита и все а сюда я биомастер смешала с агробалтом и все-таки наверное в агробалке может быть я не хочу плохо говорить о нем рассаживать растение в него норм но я вернулась к прежней схеме зимой то хорошо в агробалке как бы влажненько сейчас я замучилась они пересыхают я бегу с лейкой надо лиматы покупать они у меня пересыхает на глазах там проследил там проследил лист очень долго восстанавливается но они конечно же живые и сейчас я делаю грунт это хорошая земля у меня есть привозная торф привозной и ведро земли ведро торфа своего привозного японочкой и по пол ведерка кислого нейтрального агробалта и перлит можно еще перегной добавить меня его пока нет рассаживаешь такую в такой грунт вот это потяжелее они хотя бы не сохнут не пересыхают в чистом я больше делать конечно же не буду и когда я стала черенковать вот в таком я увидел в леруа когда стала черенковать в таком они у меня ну все-се как солдаты смотрите какие все как солдатики очень и красивые конечно же кормить кормить мне нравится секвестрен turbo как-нибудь еще сделаю видео то есть там азот и железо прохожусь филат железом не из готовы полив столовая ложка уксуса 70 процентного и лимонная или лимонная кислота на 10 литров воды лучше поливать рано у ну не рано чтобы было не жарко или утром или на ночь все-таки наверное с утра я поливаю утром и вечером здесь также покажу у меня не могу остановить какие у меня здесь классные пусты как обещала сделаю обзор вот такие вот такие очень-очень классные ну вот надеюсь видео вам было полезным я не видел этого способа на просторах интернета поделилась с вами мы можем конечно же пригодится очень многим вот так делаем весной и до осени мы их продаем что это будет не в одну веточку а сразу кустик а если мы берем зеленый черенок так зеленый вот это болеро а вообще здесь есть сейчас ой если мы берем зеленый черенок вот просто в одну да то макушечку или прищипываем и он также у нас раскуститься здесь будет примерно шесть побегов это уже очень приличный кустик мы недавно рассадили здесь комбинированы пока маленький я при не трогаю свете 2 подрастет или взять еще один черенок прямо ставим кассету рассаживаем по 0 5 и сразу же по сортам черенкуем и подписываем и получается будет еще одна партия все мои черенкование заканчивается то есть мы летние искусственно сдвигаем на весну и даже получается как бы два сезона нас выходит с июля авгу сентябрь октябрь три месяца а тут у нас март апрель мая июнь июль август сентябрь 67 месяцев как два лета ладненько видео у нас небольшое но очень интересное это крупнолистные вот корешочки так что вот она разница вот она причина всем хорошего просмотра подпишитесь у меня практика и мои личные наблюдения которыми я с вами делюсь всем всего хорошего